Моя дочь родилась с эпилепсией. Мы с мужем везде обращались за медицинской помощью и делали все возможное, но ей не становилось лучше. Когда я почувствовала себя измученной и загнанной в тупик, мне было проповедано Евангелие, и я начала верить в Господа Иисуса. Вскоре состояние моей дочери улучшилось, и мой муж со своей матерью тоже начали верить в Господа. Впоследствии мой муж стал проповедником, а я проводила у себя дома собрание церковных соработников. Примерно в 1997 году ко мне домой пришли несколько человек и засвидетельствовали нам с мужем, Я удивилась. Как такое возможно? В Библии сказано, Так как же он может называться всемогущим Богом? Как он может совершать новую работу? В то время я не могла принять это и не пожелала уделить никакого внимания этим людям. Через некоторое время они снова явились к нам проповедовать Евангелие. Но я уперлась и не слушала. В Библии ясно сказано, что имя Господа Иисуса навечно неизменно. А они говорили, что Господь пришел и именуется всемогущим Богом. Это не соответствовало Библии. Что бы они ни говорили, я не принимала этого. Мой муж тоже не слушал их. В 2002 году мой муж отправился проповедовать. Вернувшись, он с радостным видом сказал мне, «У меня для тебя хорошие новости». Господь Иисус, которого мы так долго ждали, вернулся. Всемогущий Бог, о котором свидетельствует восточная молния, это возвратившийся Господь Иисус. Видишь ли, Божий шеститысячелетний план управления делится на три стадии. Первая – это работа периода закона, когда Бог Иегова провозгласил закон, чтобы направлять человека в его жизни на земле. Вторая стадия – это период благодати, когда Господь Иисус был распят и исполнил работу по искуплению человечества. Третья стадия – это период царства. Всемогущий Бог выражает множество истин и совершает работу суда и обличения, исправляя греховную природу человека, полностью очищая и спасая его. И в конечном итоге направляя человека к прекрасному месту назначения. Эти три стадии составляют завершенную работу Бога по спасению человека. И каждая из них крайне важна. «Мой муж рассказал мне много всего, но для меня это было немыслимо. Я недоумевала. Как ты мог принять восточную молнию? Ты столько лет проповедовал, как же они могли увести тебя в заблуждение? Мы читаем Библию целый день. Послание к Галатам гласит, «Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовою так скоро переходите к единому благовествованию, которое не иное, а только есть люди, смущающие вас и желающие превратить благовествование Христово». И еще мы читаем послание к евреям. «Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же». В этих стихах ясно сказано, что имя Господа Иисуса никогда не изменится. А восточная молния говорит, что имя Бога – всемогущий Бог. «Разве это не изменение имени Господа Иисуса? Разве они не меняют Евангелие Христа? Как ты можешь верить в это? Мы должны всегда хранить имя Господа в нашей вере в Него. Имя Господа не может измениться». Поскольку мой муж был сведущ в Библии и хорошо умел читать проповеди, я знала, что не смогу переубедить его. И если он что-то твердо решил, никто не сможет заставить его передумать. Поэтому я ничего не сказала, но про себя подумала. «Я не приму это, как бы красиво ты ни говорил. Господь Иисус дал нам столько благодати, что я никогда не смогу предать Его. Я буду следовать за Господом до конца, даже если нам придется развестись». Напоследок я ему сказала, «Если ты будешь продолжать проповедовать о Господе Иисусе, то я буду тебя слушать. Мы по-прежнему одна семья. Но если ты будешь проповедовать о Восточной молнии, то ты пойдешь своей дорогой, а я своей. Каждый просто пойдет своим путем». Мой муж беспомощно покачал головой, видя, как я упрямо отказываюсь слушать, и больше ничего не сказал. После того, как он принял Восточную молнию, он проповедовал Евангелие людям в нашей Церкви. «Неожиданно Фонг, ближайший церковный соработник моего мужа, выгнал его из Церкви. После этого Фонг и другие стали закрывать места собраний, не давая верующим услышать то, что хотел сказать мой муж. Они мне сказали, «Твой муж принял Восточную молнию. Не слушай его. Он сбился с пути в своей вере». Я ответила, «Я не приняла ее. Но некоторые вещи, о которых он говорит, соответствуют Библии». Из-за этих моих слов они стали настороженно относиться даже ко мне. Они говорили обо мне за моей спиной. Ее муж теперь верит во всемогущего Бога. Поэтому мы не должны иметь с ней ничего общего. Со временем на нее обязательно повлияют, и она все равно примет эту веру. Слыша это, я чувствовала себя оскорбленной. Как бы я ни заявляла о своей безгрешности и ни клялась, что не приняла Восточную молнию, они мне не верили. Всякий раз, когда я приходила на собрания, они менялись в лице и были настороже, боясь, что я могу ввести верующих в заблуждение. Они были бы счастливы, если бы я вообще не появлялась на собраниях. И они не осмеливались со мной заговаривать, словно у меня была какая-то заразная болезнь. Мне было очень больно. И я обижалась на мужа, считая, что я была отвергнута по его вине. Я чувствовала себя очень несчастной и подавленной, поэтому молилась Господу. «Господи, братья и сестры отвергли меня. Мне так больно. Я не понимаю, каково Твое намерение». В доказательство того, что я не приняла восточную молнию, когда одна из сестер, устраивавших собрание, заболела, и ей пришлось лечь в больницу, я специально купила ей подарок и навестила ее, чтобы она убедилась в моей искренности. Но после того, как ее выписали, она снова стала меня игнорировать. Поэтому в дальнейшем я перестала ходить на собрания, а просто молилась и читала Библию дома. Мой муж видел, как я была расстроена и снова стал свидетельствовать мне о Божьей новой работе. Я сердито отчитала его. «Если бы ты не принял восточную молнию, разве церковь отвергла бы меня? Разве все отказались бы от меня? Даже если меня не пустят на собрание, я не собираюсь верить в восточную молнию, как ты. Я буду хранить имя Господа и никогда не буду отрицать, что Христос мой Господь». Он не рассердился, увидев меня в плохом настроении, а просто встревожился и забеспокоился. Позже он привел двух братьев, чтобы они побеседовали со мной. Один из них очень искренне сказал, «Сестра, и не пожелала уделить этим людям внимания. Братья поняли, что я их не слушаю, и им ничего не оставалось делать, как уйти». Я увидела, насколько достойными, благородными и любящими являются люди из восточной молнии. Даже несмотря на мое пренебрежительное к ним отношение, они не рассердились, а очень терпеливо общались со мной. Они явно были истинно верующими. Но как они могли уверовать в восточную молнию? Этого я понять не могла. Вскоре мой муж уехал проповедовать Евангелие. Во время его отсутствия не продолжали свидетельствовать о новой работе Бога. Но я никого не желала слушать. Когда кто-нибудь приходил, я запирала дверь и пряталась в стороне. Видя, что дверь заперта, они уходили. В те дни, когда я думала о том, как люди в церкви неправильно поняли и отвергли меня, мне было очень больно. Я очень часто плакала, делясь своими страданиями с Господом. Однажды я вдруг подумала, церковь не разрешает мне посещать собрания. А если я верну обратно в ее лоно добрых овец, которых украла восточная молния, тогда они поверят, что я не предавала Господа. Как только я подумала об этом, мое сердце озарилось светом, и я тотчас помолилась Господу. Господи, Ты исследуешь самые потаенные уголки наших сердец. Ты знаешь, что я верна Тебе. Я не приняла восточную молнию. Господи, церковь больше не хочет меня видеть, и мне больно. Я не желаю оставаться дома, чувствуя себя такой оскорбленной и обделенной. Господи, прошу, даруй мне мудрость и силу, чтобы вернуть к Твоему имени добрых овец, которых украла восточная молния. Господи, прошу, помоги мне. После молитвы я вознамерилась взять на себя инициативу и связаться с людьми из восточной молнии, встретиться с ними лицом к лицу, использовать слова из Библии, чтобы опровергнуть их доводы и вернуть Божьих овец. Поэтому каждый день я проводила много времени за чтением Библии. Однажды, увлеченно читая Священное Писание, я вдруг обнаружила следующее. «Ибо как молния, сверкнувшая от одного края неба, блистает до другого края неба, так будет Сын Человеческий в день свой, но прежде надлежит Ему много пострадать и быть отвержену родом всем». Я была ошарашена. Почему, прочитав этот стих сейчас, я почувствовала себя иначе, чем раньше? Я размышляла над словами, но прежде надлежит Ему много пострадать и быть отвержену родом всем. Я всегда думала, что речь идет о Господе Иисусе, потому что в период благодати Бог перевоплотился в Господа Иисуса Христа и был отвергнут тем родом, распят, и его страдания были столь велики. Как получилось, что Господь сказал «И быть отвержену родом всем, когда Он пророчествовал о возвращении Сына Человеческого?» Неужели речь все еще идет о Господе Иисусе, жившем две тысячи лет тому назад? Чем больше я размышляла над этим, тем больше убеждалась, что слова людей из Восточной Молнии согласуются с Библией? Я также думала о том, что люди из Восточной Молнии свидетельствуют, что Всемогущий Бог это второе воплощение Бога и о том, как люди всех динаминаций осуждают работу Всемогущего Бога, противятся ей и порицают ее, и как правящая КПК преследует и подвергают жесточайшим гонениям Восточную Молнию. Так разве этот Всемогущий Бог не страдает от многих вещей и не отвергается этим родом? Может ли фраза «но прежде надлежит ему много пострадать и быть отвержену родом всем, относиться к Всемогущему Богу?» Является ли Всемогущий Бог возвратившимся Господом и Иисусом? Подумав об этом, я испугалась. «О, нет! Неужели я действительно противилась Господу?» Но потом я подумала «Конечно, нет! Имя Господа неизменно!» И снова подумала «Это такой серьезный вопрос, что я не могу просто слепо осуждать Восточную Молнию. Я действительно не должна противиться Господу». И тут я вспомнила слова Господа «Ибо всякий просящий получает и ищущий находит и стучащему отворят». Я как будто прозрела и подумала «Да, я должна искать». Я вспомнила, что у моего мужа была евангельская брошюра. Он тогда сказал мне «Все твои недоумения» можно разрешить с помощью этой книги. Я поспешила найти книгу, но прежде чем взяться за чтение, я помолилась. «Господи, прошу, просвети меня и позволь мне разобраться в содержании этой книги. У меня невысокий духовный рост, и я боюсь оказаться введенной в заблуждение. Но я также боюсь противиться тебе. О, Господи, прошу, защити меня, когда я сегодня буду читать эту книгу». Помолившись, я открыла книгу и бегло просмотрела ее. У меня действительно были вопросы, которые я хотела задать. Первый касался имени Бога. В книге было сказано «В Библии написано «И нет ни в ком ином спасения, ибо нет другого имени под небом данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». Это абсолютно верно, но это не доказывало, что Бога можно называть только Иисусом и что Его имя никогда не изменится. Мы все помним слова Иеговы из Ветхого Завета. «Я, я Иегова, и нет Спасителя кроме меня. Иегова, имя мое навеки, и памятование о мне из рода в род». А Новый Завет деяние гласит «И нет ни в ком ином спасения, ибо нет другого имени под небом данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». Ни в ком ином относится к любому помимо Иисуса. Так каким же единственным именем именуется Бог? Иеговой или Иисусом? Изначально Бог именовался Иеговой, но позже Он стал Иисусом. Так разве имя Бога не изменилось? И когда Господь Иисус возвращается в последние дни, Его имя претерпевает такое же изменение. Давайте прочитаем это пророчество в Откровении и тогда поймем. Откровение гласит Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон, и напишу на нем имя Бога моего, и имя града Бога моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего, и имя мое новое. Здесь ясно пророчествуется, что когда Бог вернется в последние дни, у Него будет новое имя. Так может ли это новое имя по-прежнему быть Иисус? Как это может быть новым именем, если Он все еще именуется Иисусом? Я чувствовала, что эти слова очень разумны, и что они согласуются с Библией. То, что они проповедовали, не расходилось с Библией. Я же читала эти стихи много раз. Так как же я не понимала их? Бог именовался Иеговой в период закона. В период благодати Бог именовался Иисусом. Оба имени, Иегова, и Иисус, были именами Бога. В разные периоды их называли по-разному. Его имена в эти два периода были разными. Мои прежние слова о том, что Божье имя неизменно, расходились с фактами. В Откровении говорится, что у Господа будет новое имя. Оказывается, это новое имя не относится Господу Иисусу. Ответом на этот вопрос является цитата из евангельской брошюры, где также приводятся слова всемогущего Бога. Всемогущий Бог говорит В каждом периоде Бог совершает новую работу и именуется новым именем. Как мог Он выполнять ту же самую работу в разных периодах? Как Он мог цепляться за старое? Имя Иисуса было принято ради работы искупления. Так разве стал бы Он по-прежнему называться тем же именем, возвращаясь в последние дни? Разве Он будет все так же совершать труд искупления? Почему, несмотря на то, что и Иегова, и Иисус составляют единое целое, они называются разными именами в разные периоды? Не потому ли, что отличаются периоды их работы? Может ли одно имя представлять Бога во всей его полноте? Таким образом, Бог должен называться различными именами в различных периодах. Он должен использовать имя, чтобы сменить период и представлять период, ибо ни одно имя не может полностью представлять самого Бога. Каждое имя может представлять лишь приходящий аспект Божьего характера в конкретный период. Оно необходимо лишь, чтобы представлять его работу. Иегова — это имя, которое я принял во время своей работы в Израиле. Оно значит Бог Израиля, избранного народа Божьего, способный сжалиться над человеком, бронить человека и руководить жизнью человека. Бог, обладающий великой властью и полной мудрости. Иисус — это Эммануил, что значит жертва за грех, полная любви, полное сострадание и искупающая человека. Он исполнил труд периода благодати, олицетворяет период благодати и может представлять лишь часть работы плана управления. Имя Иисуса пришло из периода благодати и появилось благодаря искупительному труду в период благодати. Имя Иисуса появилось для того, чтобы дать людям периода благодати возможность возродиться и обрести спасение. Это то самое имя, под которым совершилось искупление всего человечества. Таким образом, имя Иисуса олицетворяет труд искупления и символизирует период благодати. Иегова — это имя для народа Израиля, жившего под законом. В каждом периоде и на каждом этапе работы мое имя небезосновательно, но несет в себе символическое значение. Каждое имя олицетворяет один период. Иегова олицетворяет период закона и является почетным именем, которым народ Израиля называл Бога, которому поклонялся. Иисус олицетворяет период благодати, и это имя Бога для всех тех, кто был искуплен в период благодати. Если человек по-прежнему жаждет пришествия Иисуса Спасителя в последние дни, и по-прежнему ожидает, что он придет в том же образе, в котором был в Иудее, тогда весь шеститысячелетний план управления должен был бы остановиться на периоде искупления и не мог бы развиваться далее. Более того, последние дни так никогда бы и не настали, а периоду так никогда и не был бы положен конец. Прочитав это, я кое-что поняла. Божья работа непрестанно продвигается вперед, и имя Бога всегда меняется вместе с Его работой. В разных периодах Бог совершает разную работу и именуется разными именами. Своим именем Он меняет период, а Его имя представляет период. В разные периоды Бог называется разными именами, чтобы представить различные характеры, которые Он выражает в каждом периоде. В период закона Бог провозгласил закон, чтобы направлять израильтян их жизни на земле, а имя Его олицетворяет величественный, гневный, милостивый и даже проклинающий людей характер Бога. В период благодати Бог воплотился и стал Господом Иисусом. Он был распят и стал жертвой за грех человека. Имя Иисус олицетворяло милосердный и любящий характер Бога. Я поняла, что имя, которое Бог принимает в каждом периоде, имеет свое значение. Но все же говорила, что Божья работа и Его имя никогда не изменятся. Разве этим я не вынесла вердикт Богу? Затем я прочитала еще один отрывок из слов всемогущего Бога. И в моем сердце еще больше забрежил свет. Всемогущий Бог говорит Когда-то я был известен как Иегова. Меня также называли Мессией, а в свое время люди назвали меня Иисусом Спасителем, потому что любили и почитали меня. Но сегодня я не Иегова и не Иисус, которых люди знали в прошлом. Я Бог, вернувшийся в последние дни, Бог, который приведет период к завершению. Я Сам Бог, восстающий с края земли, во всей полноте своего характера, исполнены власти, чести и славы. Люди так и не сблизились со мной, не познали меня и всегда были в неведении относительно моего характера. От сотворения мира и поныне ни один человек не видел меня. Это Бог, который является человеку в последние дни, но скрыт среди людей. Он обитает среди людей истинный и реальный, подобный палящему солнцу и пылающему пламени, наполненный силой и властью в избытке. Никто и ничто не избежит суда моих слов, и никто и ничто не избежит очищения в пламени огня. В конце концов, все народы будут благословлены благодаря моим словам, и благодаря моим же словам будут сокрушены. Так все люди в последние дни увидят, что я есть возвратившийся спаситель, что я есть всемогущий Бог, покоряющий все человечество. И все увидят, что я некогда был жертвой за грех человека, но в последние дни я также становлюсь пламенем солнца, сжигающим все сущие, а также солнцем правды, обнажающим все сущие. Такова моя работа в последние дни. Я взял это имя и обладаю этим характером, чтобы все люди увидели, что я праведный Бог, что я палящее солнце и пылающий пламень, и чтобы все поклонились мне, единственному истинному Богу, чтобы все увидели мой истинный лик. Я не только Бог израильтян и не только искупитель. Я есть Бог всего творения на небе, на земле и в морях. Я почувствовала, что эти слова настолько авторитетны, что это слова Бога. Я также поняла, что Иегова, Мессия, Иисус и всемогущий Бог это все имена Бога, что все они один Бог, и что всемогущий Бог это имя Бога в последние дни. Это соответствует тому, что сказано в Библии. Я есть Альфа и Омега, говорит Господь, который есть и был и грядет Вседержитель. Я очень расстроилась, когда подумала об этом. Фарисеи древности цеплялись за слова Библии, считая, что тот, кого не называют Мессией, не может быть Богом. Они распяли Господа Иисуса и были наказаны Богом. Не была ли я сейчас такой же, как фарисеи? Я цеплялась за слова Библии и жила своими представлениями и фантазиями, полагая, что если Бог не именуется Иисусом, то Он не Бог. Когда дело дошло до принятия Господа, я не искала и не исследовала, а лишь упрямо цеплялась за свои представления и фантазии, думая, что защищаю имя Господа и придерживаюсь Его пути. не понимая, что сопротивляюсь новой работе Бога, я почувствовала такие угрызения совести, что заплакала. Я поспешно прочла дальше и увидела в евангельской брошюре, что там написано. У многих людей есть такое представление. По их убеждению в Библии ясно сказано, что все, кто проповедует что-то отличное от них будут прокляты, что проповеди восточной молнии отличаются от тех, что проповедуют они, что это иное евангелие и поэтому они не смеют принять его. Это меня тоже сбило с толку. В книге сказано, книга Галатам, послание, адресованное Галатийской церкви, была написана апостолом Павлом около шестидесятого года нашей эры. В то время евангелие Господа Иисуса уже впечатляюще распространилось и многие люди в Галатии также приняли новую работу Господа Иисуса и основали церкви. Это было время, когда период закона переходил в период благодати и среди иудеев того времени были две группы проповедников. Одна группа проповедовала старую работу периода закона, призывая людей придерживаться законов и Яговы, то есть быть обрезанными, соблюдать субботу, входить в храм и так далее. Другая группа во главе с двенадцатью учениками Иисуса проповедовала новую работу периода благодати, призывая людей поверить в Господа Иисуса, чтобы спастись, делать то, о чем просит Господь Иисус, то есть исповедоваться, каяться, креститься, преломлять хлеб, любить друг друга, быть терпимыми и терпеливыми и так далее. Парисеи, цеплявшиеся за закон Ветхого Завета, говорили, что Евангелие, проповедуемые учениками Иисуса, отличается от того, что проповедовали они, что путь Иисуса лежит за пределами Библии и что Он отверг закон. Они осуждали новую работу Иисуса и препятствовали тем, кто принял спасение через распятие Иисуса. Они говорили, что люди не могут спастись, поверив Иисуса, что это противоречит учению Иеговы, что они должны продолжать соблюдать субботу, быть обрезанными и так далее. Однако галатяне в то время не обладали проницательностью и отошли от Евангелия Иисуса, которые проповедовал Павел, и последовали за иудеями, проповедовавшими закон Ветхого Завета. Когда Павел узнал, что братья и сестры в Галатийской церкви отвергли Евангелие Господа Иисуса и вернулись в храм, он отправил послание к Галатийской церкви, в котором было сказано «Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовою так скоро переходите к иному благовествованию, которые не иное, а только есть люди, смущающие вас и желающие превратить благовествование Христово». Он писал это, чтобы призвать галатян вернуться на истинный путь. Мы все знаем, что фарисеи цеплялись за закон, осуждали Господа Иисуса, были отсеяны от новой работы Святого Духа и в конечном итоге были наказаны и прокляты Богом. «Так как же мы в наши дни должны относиться к новой работе Бога?» Только после прочтения этой беседы я осознала, что не понимала Библию. Не зная причины сказанных Павлом слов, я интерпретировала их так, как мне хотелось, в соответствии со своими представлениями и фантазиями. Иное Евангелие, о котором говорил Павел, относилось к тем, кто проповедовал Евангелие и Еговы в период закона, чтобы призвать людей придерживаться закона Ветхого Завета, а не к тем, кто проповедует Евангелие Царства. Это объясняется тем, что Бог еще не совершил свою работу последних дней, когда Павел писал это послание, и никто не проповедовал Божьей Евангелие последних дней. Я воспринимала тех, кто проповедует Евангелие Царства, как проповедующих другое Евангелие. Я все перепутала, и у меня было искаженное понимание Писания. Какой же я была убогой, жалкой и слепой. Мне стало так стыдно. А ведь раньше я с бесстыдством говорила, что хочу вернуть в церковь овец украденных восточной молнии. Только теперь я поняла, что их не увели в заблуждение. Они увидели, что слова всемогущего Бога истина. Убедившись, что эти слова голос Бога, они стали следовать за всемогущим Богом. Не удивительно, что после принятия восточной молнии их вера стала такой крепкой, что никакие силы не заставили бы их отказаться от нее. Как оказалось, они приветствовали Господа. Я думала, что я смогу больше читать Библию и тем самым верну добрых овец, украденных восточной молнией. Я и представить себе не могла, что Бог использует эту особую ситуацию, чтобы оживить мое онемевшее и непримиримое сердце. Я почувствовала такое воодушевление. Я стала жадностью читать Божьи слова и прочла следующее. Всемогущий Бог говорит По окончании труда Иеговы Иисус стал плотью, чтобы выполнить свою работу среди людей. Его работа совершалась не сама по себе, а созидалась на работе Иеговы. Это была работа нового периода, которую Бог осуществлял после того, как завершил период закона. Аналогично, после того, как окончилась работа Иисуса, Бог продолжил свою работу в течение следующего периода, поскольку все Божье управление постоянно продвигается вперед. Когда проходит старый период, ему на смену приходит новый, и как только прежняя работа завершена, появляется новая работа, которая продолжает управление Божье. Это воплощение – второе воплощение Божье, последовавшее за работой Иисуса. Разумеется, данное воплощение происходит неавтономно, оно является третьим этапом труда после периода закона и периода благодати. Каждый раз, когда Бог приступает к новому этапу работы, всегда должно происходить новое начало, и этот этап всегда должен приносить с собой новый период. Происходят также соответствующие изменения в Божьем характере, в манере Его труда, в месторасположении Его работы и в Его имени. Неудивительно в таком случае, что человеку трудно принять Божий труд в новую эпоху. Но независимо от того, как человек Ему противодействует, Бог постоянно выполняет свою работу и всегда ведет все человечество вперед. Когда Иисус пришел в мир человека, Он возвестил период благодати и завершил период закона. Во времена последних дней Бог снова стал плотью, и этим Своим воплощением Он завершил период благодати и возвестил период царства. Все те, кто способен принять второе воплощение Бога, будут приведены в период царства и, более того, смогут лично принять водительство Божье. Хотя Иисус проделал среди людей большую работу, Он лишь завершил искупление всего человечества и стал искупительной жертвой за грехи человека. Он не избавил человека полностью от его развращенного сатаной. Полное спасение человека от влияния сатаны не только потребовало от Иисуса стать искупительной жертвой за грех и понести грехи человека, но также потребовало от Бога совершить еще более великий труд, чтобы полностью избавить человека от его характера, развращенного сатаной. следовательно, теперь, когда человеку прощены его грехи, Бог вернулся во плоть, чтобы вести человека в новый период и начал работу обличения и суда. Эта работа привела человека в более высокую сферу. Все те, кто подчиняется его владычеству, насладятся более высокой истиной и обретут еще большее благословение. Они поистине будут жить в свете и обретут истину, путь и жизнь. Чем больше я читала слова всемогущего Бога, тем светлее становилось у меня на сердце. Я поняла, что Божья работа и Его имя не являются неизменными. Божья работа непрестанно продвигается вперед. И работа каждого периода опирается на работу предыдущего. Поскольку Божья работа в каждом периоде разная, Божье имя и выражаемый им характер тоже разные. Если все было так, как я верила, что имя и работа Бога никогда не меняются, то Бог навечно именовался бы Иеговой и не смог бы сменить это имя на Иисуса. Божья работа также не могла бы продвигаться вперед, а остановилась бы в периоде закона. Тогда человек не смог бы получить Божье искупление, а умер бы, подчиняясь закону. Если бы я придерживалась только имени Иисуса и не приняла Божьего нового имени и его новой работы в последние дни, то я никогда не смогла бы приветствовать возвращение Господа и в итоге погрузилась бы в бедствия, стеная и скрижища зубами, потому что пропустила бы Божью работу в последние дни. Я прочитала еще больше слов Всемогущего Бога. Всемогущий Бог говорит Возможно, услышав о пути истины и прочитав слово жизни, ты веришь, что только одно из десяти тысяч этих слов соответствует твоим убеждениям и Библии, а значит, тебе следует продолжить вникать в это десятитысячное слово. Я по-прежнему рекомендую тебе проявлять смирение и не быть самоуверенным, не возносить себя слишком высоко. Если в твоем сердце будет немного богобоязни, ты сможешь обрести больше света. Если ты тщательно исследуешь и снова и снова поразмышляешь над этими словами, ты поймешь, являются ли они истиной и являются ли они жизнью. Слова всемогущего Бога проникли мне прямо в сердце. Я испытала именно такое состояние. Многое из того, о чем мой муж беседовал со мной раньше, соответствовало Библии, но я была слишком уверена в собственной важности, невежественна, совершенно лишена богопоязненного сердца и на основании своих скудных знаний Библии вынесла вердикт о Божьей работе. Я даже хотела найти в Библии больше оснований, чтобы отрицать новое имя и новую работу Бога. Я действительно была такой упрямой, а мое мышление было таким искаженным. Я захотела отбросить свои представления, продолжать искать и исследовать, исповедоваться и покаяться перед Богом. Я постоянно отказывалась слушать беседы мужа о Божьей работе в последние дни. А теперь мне так захотелось услышать об этом. Но мой муж уехал проповедовать Евангелие и я не знала, когда он вернется. Поэтому каждый день я с открытыми дверями ждала братьев и сестер из церкви всемогущего Бога, желая, чтобы какая-нибудь сестра пришла и пообщалась со мной. Однажды утром я только позавтракала, как услышала, что кто-то зовет меня. Увидев, что это сестры из церкви всемогущего Бога, я почувствовала невероятное волнение и с радостью пригласила их войти. Одна из них открыла книгу «Слово является во плоти». Внутри книги я увидела заголовок «Познание трех стадий Божьей работы – это путь к познанию Бога». Сестра читала вслух, а я с жадностью слушала. Всемогущий Бог говорит «Эти три стадии работы находятся в основании всего Божьего управления и в них выражены характер Божий и то, кто Он есть». Те люди, которые не знают о трех стадиях работы Божьей, не способны осознать, как Бог выражает свой характер. Не знают они и мудрости Божьей работы. В невежестве остаются они и касательно многих путей, которыми Он спасает человечество и Его намерений для всего человечества. Эти три стадии работы полностью отражают труд по спасению человечества. Те, кто не знает этих трех стадий работы, останутся в невежестве относительно разнообразных методов и принципов работы Святого Духа. Те, кто лишь косно придерживается доктрины, оставшейся от некой стадии работы, это люди, которые ограничивают Бога рамками доктрины и чья вера в Бога расплывчата и неопределённа. Такие люди никогда не получат Божье спасение. Только эти три стадии Божьей работы могут в полной мере выразить весь характер Бога и полностью передать намерение Бога спасти всё человечество, а также весь процесс спасения человечества. Они служат доказательством того, что Он победил Сатану и обрёл человечество. Это доказательство победы Божьей и выражение полноты Его характера. Понимающие лишь одну стадию из трёх стадий работы Божьей знают только одну сторону характера Божьего. В представлении человека эта единственная стадия работы легко может превратиться в доктрину и становится весьма вероятно, что человек установит фиксированные правила относительно Бога и будет использовать эту одну грань характера Божьего как олицетворение всего Божьего характера. Более того, в человеческом воображении наблюдается большая путаница. В результате человек жёстко ограничивает характер Бога, его сущность и мудрость, равно как ограничивает Он и принципы работы Божьей рамками определенных параметров, полагая, что если Бог был таким однажды, то Он останется таким же навсегда и никогда не изменится. Только люди, которые знают и ценят эти три стадии работы, могут полностью и точно знать Бога. Они, по крайней мере, не будут определять Бога, как Бога израильтян или иудеев, и не будут воспринимать Его, как Бога, который будет всегда прибит ко кресту ради человека. Если кто-то приходит к познанию Бога, основываясь лишь на одной стадии его работы, тогда его знание слишком уж скудно и равно не более чем капли в океане. Если это не так, то зачем бы многим представителям религиозной старой гвардии прибивать Бога живым ко кресту? Разве это происходит не потому, что человек ограничивает Бога рамками определенных параметров? Не потому ли многие люди противятся Богу и препятствуют работе Святого Духа, что не знают разнообразной и разносторонней работы Божьей, и более того, потому что обладают лишь крупицей знания и доктриной, на основании которой они оценивают работу Святого Духа? Хотя такие люди обладают лишь поверхностным опытом, они высокомерны и надменны по природе, и они относятся к работе Святого Духа с презрением, игнорируют дисциплинирование от Святого Духа, и более того, используют свои банальные ветхие аргументы для того, чтобы подтвердить работу Святого Духа. При этом они притворяются и полностью убеждены в собственной учености и эрудиции, уверены в своей способности объехать весь свет. Разве Святой Дух не питает к таким людям отвращение, разве не отвергает их, и не они ли будут отсеяны в новом периоде? Разве те, кто предстает пред Богом и открыто противится Ему, не невежественные и плохо осведомленные злодеи, которые просто пытаются показать, какие они замечательные? Обладая мизерным знанием Библии, они пытаются буйствовать в мировых академиях посредством одной лишь поверхностной доктрины, обучая людей, они пытаются обратить вспять работу Святого Духа и заставить ее вращаться вокруг их собственного процесса мышления. При всей своей недальновидности они пытаются постичь одним беглым взглядом шесть тысяч лет работы Божьей. У этих людей нет нисколько рассудка. На самом деле, чем больше у людей познания о Боге, тем менее они склонны поспешно судить о Его работе. Более того, они лишь кратко говорят о своем знании сегодняшней работы Бога, но они не скоропалительны в своих суждениях. Чем меньше люди знают о Боге, тем более они высокомерны и самоуверенны, и тем более необдуманно они вещают о сущности Божьей, однако говорят только о теории, не предлагая никаких реальных доказательств. Такие люди не представляют какой бы то ни было ценности. Услышав эти Божьи слова, я почувствовала, что Бог действительно заглянул в мое сердце и так ясно разоблачил мои представления. Я знала только одну из трех стадий работы Бога и цеплялась за те написанные в Библии слова, которые освещали только эту стадию работы. Я ограничивала Бога предписаниями и верила, что имя Бога Иисус и это имя никогда нельзя изменить. А еще я говорила, что принять работу всемогущего Бога значит предать Господа Иисуса и совершить вероотступничество. Я поняла, что ничего не знаю о Божьей работе и что моя вера в Бога была такой расплывчатой. Три стадии работы это полное выражение Божьей работы по спасению человечества. Зная только об одной из трех стадий работы мне было известно лишь об одной составляющей Божьего характера. Но тем не менее я жестко поставила Божий характер, его суть, его мудрость и его работу в эти ограниченные рамки, полагая, что если Бог был таким однажды, то Он должен быть таким всегда. Я была недальновидна и не знала Бога, и все же я вынесла вердикт Божьему имени и его работе. Я действительно была высокомерна. Позже я прочитала гораздо больше слов всемогущего Бога и убедилась, что всемогущий Бог это вернувшийся Господь Иисус. Поэтому я присоединилась к церкви всемогущего Бога, и мы с братьями и сестрами стали собираться вместе и читать слова всемогущего Бога. Я чувствую себя такой защищенной. Благодарение Богу за то, что Он проявил ко мне милость и доброту. За то, что именно так я смогла чудесным образом принять Божье спасение последних дней и приветствовать явление Господа. Господа.